Рустам Таганович, вот сейчас ряд зарубежных ученых прогнозирует после ряда подземных толчков то, что глобально изменится картина мира. Как вы думаете, как к этому относитесь, правда ли это? Скажу сразу, многим оценкам не стоит верить. Они вероятностны, и когда происходит какой-то прогноз, долгосрочный прогноз, это общеизвестная формулировка, он невозможен. Краткосрочный, да, по совокупности определенных изменений в земле, другие признаки, их очень много, собирают их все время в режиме онлайн, оценивают. Можно спрогнозировать вероятность возникновения где-то какого-то землетрясения. Будет ли землетрясение вокруг после турецкого? Мы должны понимать, что сейчас произошел большой выброс энергии после турецкого землетрясения. Вопрос на самом деле очень простой. Там есть еще в связи с движениями дополнительная энергия, которая может выносить, значит вероятность высокая. Но бояться не нужно самих землетрясений. Нужно понимать, что людей убивают не землетрясения, а здания, которые, вот они более-менее могут быть безопасными или небезопасными. Да, плавно переходим к зданиям. Насколько прочно они у нас построены, насколько они сейсмоустойчивые в России? Есть такое понятие, сейчас есть распоряжение Владимира Владимировича Путина провести оценку сейсмодефицита зданий и сооружений. И бояться... Всего жилищного фонда. Жилищного, в первую очередь жилищного фонда. Но давайте так. Смотрите, был у нас хороший урок. Алтайское землетрясение. Никто сегодня не понимает такую вещь, аналогии не проводит. А мы вот на вскидку провели аналогию. В Алтае произошло ровно аналогичное землетрясение, которое могло привести к катастрофическим последствиям. Аналогичные магнитуды? Ну, 7,3, например, было на Алтае, здесь 7,8. Это примерно один класс магнитуд. То есть, ну, что произошло? Это произошло в городской застройке, где были техногенные какие-то изменения под конкретным изданием. Где была старая застройка, скорее всего, не контролировалась с органами, не проводились какие-то мероприятия. А на Алтае это произошло, во-первых, в безлюдных местах, где деревянная застройка, которая сами по себе немножко более живучая. Ну, вот, например, школы, которые были, они были в отдалении чуть-чуть от эпицентра. Там повреждения были, но они не несли угрозу. Вообще принцип проектирования достаточно прост. Мы изначально закладываем, что если произойдет какое-то землетрясение с определенной долей вероятностью, то здание должно получить повреждение. Должно. Но самый главный принцип, чтобы жизни и здоровью людей не был нанесен урона. А в данной конкретной ситуации эту работу надо проводить. Был урок, была разработана целевая программа Алтайского края. Я лично участвовал в разработке этой программы и по республике Алтай, и по другим регионам. И было заложено как раз провести в первую очередь паспортизацию зданий и сооружений. То есть оценка сейсмодефицита. Его не нужно бояться. Например, получили вы сейсмодефицит здания, а он естественно будет здесь сейсмодефицит, с учетом фактической картины воздействия. В любом городе будут они. Но вопрос другой. Там есть уже шкала такая. Здание даже с дефицитом, оно имеет резерв определенный. Например, запроектированное на 6 баллов, оно имеет резерв на 7 баллов. То есть просто нужно оценить, насколько риск повреждения этого здания будет. И тогда путем наложения вот этой карты застройки на карты опасностей различных, картовых и других, мы получаем картину, где самое больное место и где надо предпринимать места. Жители, в принципе, это как врачи. Когда мы к врачу ходим, мы говорим, нам нужно выявить эту болезнь и начать ее срочно лечить. А могут ли рассчитывать жители в потенциально опасных домах на расселение, на переселение? Как раз распоряжение заключается в том, что в прямой сегодня нет методики отнесения сейсмодефицита домов к аварийному застройке. Но этого и не должно быть, потому что аварийное здание уже сейчас и угроза такая же. А сейсмобезопасность, если оно в событии либо наступит, или не наступит. Поэтому это как бы разные категории. Но само распоряжение нашего правительства, которое Путин Владимир Владимирович дал ему, оно говорит о том, попробуйте сделать методику, по которой можно было определять здания, которые привести к идентификации объекта. И этот параметр условной аварийности, он станет основой для принятия в программы переселения этих домов. Мы вот сейчас приняли решение, куда обращаться. К сожалению, в администрацию это правильно обращаться. Но дело в том, что у них нет компетенции решать эти вопросы. Им обычно помогают специалисты. В свое время мы выступили с инициативой, создали Евразийскую сейсмобезопасность. У нее много разных задач. Но одна из главных задач – создаем подразделение по территории Российской Федерации и делаем некий колл-центр. Например, вот сейчас по итогам этой конференции принято решение и по подписанию соглашения с ЛГТУ, Алтайским государственным техническим университетом, где есть кафедра строительной конструкции, создать такой колл-центр, куда люди могут обратиться. Или администрация. Да, но главная же задача – все-таки администрации давать рекомендации, потому что она может задавать вопросы. Вот, например, в рамках вот этого распоряжения каждый регион представил свою информацию, как он видит у себя плохую застройку. Они представили список зданий. Теперь можно взять этот список, например, и быстро про него решить. Которые в первую очередь, которые в вторую очередь… И мы по аналогии тоже можем это сделать. Да, вы можете по аналогии это сделать. Я понимаю, тот вопрос, который я сейчас задам, он, возможно, некорректный. Наверняка некорректный. Но обыватель, ему так проще, наверное, воспринимать информацию. Вот если, не дай бог, произойдет у нас в Барнауле землетрясение магнитудой 7,5, все ли дома устоят? Ну, в Барнауле магнитуда 7,5 не произойдет землетрясение, он произойдет несколько линей же. Но в любом случае, с учетом застройки, с учетом того, что может произойти, наверняка у… Давайте так, повредятся ли здания? Да, повредятся. Много зданий? Да, много. Есть определенные критерии оценки. Но повреждение не есть проблемы, потому что это оно решается в рамках ремонтов. Это восстановление, усиление зданий. Проблема, сколько зданий будут разрушения, и какие они будут. Если разрушение, например, фасады, ну, может быть, плохие фасады, это одна проблема, это проблема текущая, то есть происходит во время землетрясения, эвакуации. Если эта проблема более глубокая, то есть несущие конструкции на первом этаже, вот, например, вы в Турции видели здание, что там произошло? Там первый этаж колонны, скорее всего, там был или некачественный бетон, или хомутов не хватало, армирование, или еще что-то. И все, вот, колонна разрушилась. В результате одного разрушения, вроде бы одного элемента, рухнуло все здание. Если бы эта колонна была, например, не несущая, или там где-нибудь на пятом этаже, то это ничего страшного. А она оказалась на первом этаже, поэтому на нее давило целиком здание, и в результате картина вся изменялась, и все пострадали. Ну, и главный вопрос, мы, когда решим с вами вопрос, мы говорим о рисках с вами. То есть это строится карта риска. То есть накладываем застройку, ну, я вам уже, который говорил, риск, это называется повреждение, и на нее накладываем картину расселения населения. И уточняющий вопрос, в России какие самые такие сейсмоопасные регионы? 29 наиболее сейсмоопасных регионов. Они разделены на группы определенные. Там эту методику нужно сейчас чуть-чуть уточнять, менять, потому что она зависит от многих факторов. Ну, три, допустим, три региона. Ну, я вам расскажу, то есть, в принципе, у нас известно. Это Дальний Восток, это Сибирь, притом восточная и западная. Это Северный Кавказ, это Крым. Алтайский край относится к сейсмически опасным регионам. Здесь должны планироваться, проводиться мероприятия превентивные, градостроительные. И вам бы целесообразно было смотреть на проблему комплексной безопасности с позицией сейсмостойкости. Это только улучшит, как бы сказать, понимание всех остальных проблем.